Евгений, интересуется, добрый вечер. Как вы считаете, Николай Николаевич, почему в Белоруссии не произошли те же процессы, что и на Украине сейчас, приведшие к сегодняшней ситуации? Потому что Белоруссия с 1994 года был избран президент Лукашенко, который сделал все, чтобы такая ситуация, как на Украине, там не произошла. Украинское население с таким умным не оказалось, к сожалению. Они избрали в том же году, что Лукашенко, в 1994-м, Кучму, который издал аж книгу «Украинская тире», не Россия. И у нас тогда при Кучме едва не возглавляет первый конфликт. Помните закосы между Крымом, тогда украинским, и Краснодарским краем? Там же тоже войска стягивали. Вся эта бандеровщина, она с тех пор там и развивалась. Потом избрали Ющенко, который дал Бандере звание Героя Украины. Рукоплескали тогда, что он самостийник, замечательный товарищ и прочее. Жена у него была там гражданка США, вы что не помните все это? А что сделал Лукашенко первым делом? Как раз первое, что сделал Лукашенко, избравшись в 1994-м, восстановил советский флаг. То есть, флаг Белорусской ССР. Ну, там с определенной модификацией, но тем не менее. То есть, там с тех пор борьба-то идет на уровне флагов. Те, кто за дружбу с Россией, те, кто за социалистические принципы. У них вот этот флаг, красно-зеленый, советский. А сало как раз, как у этих там, у желто-блокитных примерно. Но Лукашенко выиграл там, сохранил промышленность. Ведь смотрите, он победил в 1994-м году, Лукашенко на выру. Он в 1996-м заставил Ельцина, Ельцина, подписать договор о союзном государстве. И если бы тогда все шло по Лукашенко, мы бы давно были одной страной. Это в Москве этого не хотели. Вот эти все Чубайсы там, и Ельцин в том числе. Просто Ельцин после провала в Чечне, где он тоже начал все в 1994-м, ну, надо было что-то людям предъявить. Вот он предъявил союзное государство, которое с тех пор не работает. Можно сказать, его почти и нет. Ну, есть там телеканал союзного государства, там еще, но это так. Лукашенко сохранил 7 ноября, вот тоже ржут. Глазкова внесла законопроект о возврате 7 ноября, отмене 12 июня. Мы 12 июня что отмечаем? Ну, вы подумайте, если мы с вами в качестве государственного праздника отмечаем развал страны, вы что хотите тогда? Чтобы у нас все как-то нормализовалось само собой, что ли? Ну, я не знаю, в Германии празднуют, заметьте, День немецкого единства. Воссоединение, да, ГДР и ФРГ. Ну, странно, если бы они отмечали день раскола Германии на ГДР и ФРГ в 1949 году, правда? Там что-то такое даже в голову никому не приходит. Нет, у нас отмечают день принятия декларации о суверенитете России из состава СССР. Бред, просто, понимаете? Вот Лукашенко с этого начал. Именно поэтому, задав правильный идеологический вектор, он сохранил все наши памятники. Он построил прекрасный музей Великой Отечественной войны в Минске. Хотя там и был хороший. Но он сделал еще лучше. А сейчас бы, а нас бы сейчас сказали, зачем нам эти музеи? Пожрать бы, выпить, закусить. Там Биг Мак куда-то пропал. Он это все делал. А ну, они делали все наоборот. Лукашенко тратил большие деньги на Брестскую крепость. Вы представляете, там до сих пор. Ну, сейчас вот не знаю. Я там не был давно, как вы понимаете. Мне выезд запрещен. Там целый батальон президентский работал в Брестской крепости. Белорусский. Каждый день. По-прежнему отыскивая останки защитников. Представляете. Через столько лет. И кто-то может сказать, ну, чего эти останки выпить, закусить, распродажи. Нет, а эти занимаются этим. Поэтому Белоруссия, в ней все хорошо и с экономикой тоже. Она нас кормит пояс сыром, молочным продуктом. Вот такая Белоруссия. Белоруссия больше тракторов производит, чем Российская Федерация. Понимаете. Вот и все. Видите, началось с символов. У них тоже на Украине символов началось. Запрет коммунистических символов переименований. Чего только... Не знаю. Вот Днепропетров зачем переименовали? В Днепр. А может все города, которые на Днепре, тупо взять и в Днепр переименовать. И Киев тоже переименовать в Днепр. А чего он же на Днепре стоит? Ладно. Да и сам Днепр тоже что-то подозрительное название. Тоже надо его переименовать во что-нибудь. Например, в реку Слава или еще что-нибудь. Видите. Там занимались одним в Белоруссии противоположными вещами. Результат налицо. На лицо. В Белоруссии по индексу жизни, который ООН делает, ну, как бы по комфортности жизни, я бы так сказал, она нас превосходит. ООН так считает. Не мы и не белорусы. Организация объединенных наций. Вот так. И в Белоруссии, кстати, между прочим, там диктатура, тоталитаризм. Там в процентном отношении больше людей имеет шенгенские визы, чем в любой другой стране СНГ, ну, включая Россию. Ничего, и ездят люди спокойные. Там работают и здесь, и страна при этом себя нормально чувствует. Ну, уж понимаете, стала притчей во языцах, как сейчас говорят, когда человек пересекает границу России и Белоруссии и понимает, что это сразу две страны. Там не надо пограничников. Так, понятно. Здесь бурьян, здесь поля разделаны, здесь коровники разрушены, там покрашено. Все. Видите, не надо даже и думать, что ты в другой стране. К сожалению, это так. И даже не в нашу пользу это все. Ирина Александровна, батька, сохранил бесплатное качество медицины, образование, жилье. Причем, смотрите, у нас, он говорит, да вот, батька, он там живет, вот мы там ему энергоносители даем там дешево, а китайцам не даем. А китайцы-то нам кто? Нет, с ними не надо враждовать, никто об этом речи не ведет. Но китайцы нас, понимаете, китайцы официально не признают Крым частью России. Официально. Ну, там про Донбасс, Херсонско-Запорожск, я уж вообще не говорю. Я про Крым сейчас, да? Батька-то пока единственный союзник реальный. Там не на словах, не на деле, а вообще реальный. Вот у нас, смотрите, еще, да? Нефти долларов только в прошлом году в одном из страны ушло 200 миллиардов долларов. Это по официальным данным. Это то, что Банк России зафиксировал. Это без чемоданов, там безо всего. Да вы представляете, на эти деньги какую медицину можно было создать? Да не на эти, а на часть этих денег, на небольшую. То есть, получается как? Да, пусть батька покупает по льготным ценам наши энергоносители. Но он же эти бабки потом не складирует в Лондоне, правда? Он на эти деньги поддерживает белорусскую промышленность, рабочие места, производство мазов, холодильников. Там же, понимаете, из советской номенклатуры-то ничего не исчезло. Наоборот, то есть, оно развелось там и так далее, модификаций стало больше, ничего не пропало. Ну, хорошо, но пусть у нас тоже поддерживают наше производство хотя бы частью. Ну, а где Волгоградский тракторный? Ау, где он? Нет его давным-давно. То есть, после немцев отстроили, а сейчас не смогли сохранить, понимаете? Паулюс не смог разрушить. Мы сейчас сделали. Не вопрос. А батька, да, пусть он использует преференции, но он их для своего народа использует, а не для кучки олигархов. Вот вся разница, понимаете? Везде, абсолютно везде в Европе и сельское хозяйство, и промышленность, не только в Беларуси, получают от государства сильные субсидии. Везде. Особенно сельское хозяйство. Огромные субсидии государству в Евросоюзе дают. И никто не орёт, ай-яй-яй, там рыночные принципы, безобразие. Дают. Но только у нас, говорит, не, помогать не надо. Пусть сами выживают. А мы пока всё это в Лондонград отправим. Вот вся разница. Вячеслав пишет, батьке не станет и ляжет Беларусь. Долгих лет ему жизни и вам, Николай Николаевич. А вы знаете, вот, да, спасибо огромное, конечно, да. Я вот сомневаюсь. Смотрите, батьку что подвело в 20-м году, вот опять, на мой взгляд. Я-то сидел и, естественно, мог там наблюдать за всем этим только по телевизору. А когда в реанимации лежало телевизора, соответственно, тоже какое-то время не было. Но батька, пожалуй, понимаете, он проглядел изменения социальные в Беларуси. Ну, ему как считалось, батьке, что рабочие места есть, промышленность выживается неплохо. Да, действительно, как говорят люди, с медициной более-менее нормально. Ну, и всё. И не надо вести, подумал батька, видимо, предвыборную кампанию. И так, ну, вот, пожалуйста, все результаты налицо. А что это оппозиция? Она сама по себе, правда. Вот Тихановский, ну, которого батька зря, по-моему, абсолютно посадил, он занимался рекламным бизнесом в России. Обслуживал наших олигархов. Отец белорусского народа, да. Алексеевич написала хорошую вещь в советское время. Потом 30 лет Советский Союз обливала грязью. Но ей Нобелевку дали за советское произведение. Понимаете? Живёт она давно в Германии. Ну, в Беларуси бывает наездом. Ещё там какая-то подруга, музыкант, забыл, как зовут. Она живёт на немецкие гранты. Она там тоже постоянно пасётся. Ну, хорошо. Ну, понимаете? Вот где там оппозиция? Ну, такая хотя бы, понимаете? Ну, не про российское, ладно. Про белорусское. Где она там хоть есть-то? Ну, где? Ну, который вот без наших олигархов. А, ещё вот этот банкир Бабарико. Он вообще филиал российского банка там возглавлял. Тоже очень небедный человек. Ещё раз. Не надо никого сажать. Абсолютно зря это было сделано. Их надо выпустить. А батька, видимо, подумал. Ну, а что я буду вести кампанию и так? Зря. После того, как там всё это началось. Да. Батька начал вести кампанию избирательную после выборов. Да. Он начал ездить по заводам. Там встречаться с людьми советского типа. Да. Из-за него-то вышло реально больше. Просто видите, в чём разница. Советские люди, они плевать, где там в России, в Беларуси, они, ну, что ли, советской властью немножко приучены к иждивенчеству. Да. Ну, так нормально. Ну, батька руля, ты хорошо. Чё мне куда-то выходить? Там я не знаю. Зачем? Ну, так всё идёт нормально. Там. Они не привыкли, эти люди, к митингам. Они не сидят в интернете. По опросам, 20% населения Алтайского края никогда не пользовалось компьютером. Ну, не видят в этом необходимости. Не потому, что они дебилы. Не видят в этом необходимости большой. Видите, люди работают. Извините, когда корову даешь, ну, чё тебе в чате сидеть? Рассказывают, как ты корову даешь. Там, вы им её выкладывать. Там, да. Вот, фас, профиль. Там, да. Поэтому. Да, ну, кстати, такая же ситуация. Вот там свезли на Первый Майдан западную огромное количество студентов, там, преподавателей. Шахтёры хотели приехать из Донбасса против. А не надо никому. Эх, ну, как-нибудь так там всё выкрутить, понимаете? Пассивность. А когда батька раскрутил вот это вот население, да, которое поняло, что вот батька уйдёт там, да, свобода пресса замечает, но заводы встанут. Понимаете? Потому, что белорусская оппозиция всё время трындит, как и навальцев. Мы хотим жить, как в Европе. Да кто против-то? Европа не хочет, чтобы мы так жили. Потому, что мы им нужны как рынок сбыта. И как рынок наших энергоносителей. Ну, и древесины. Всё. Как бы заняты все номера-то, понимаете? Капитализм это не то, что подвиньтесь, пожалуйста. Да, да, пожалуйста. Мы сейчас с вами доходами поделись. Откуда такой бред-то взялся? Вот мы интегрировались в мировую экономику. И где волгоградский тракторный? Заметьте. Говорят, совок, трактора. А немцы как производили трактора, так и производят. Американский Джон Дир как производил, так и производит. В Америке ни один дебил не говорит. А зачем нам трактора, это совок? Год. А у нас да. Получается, Беларусь в том, что она сохранила тракторную промышленность, она ближе к Америке, к Европе как раз. Это нам ни хрена не надо, понимаете? А им надо. Как и немцам, как и американцам. Франция лён производит. Первое место в мире. Да там субсидии огромные. Сейчас если убрать субсидии... В Бельгии, Бельгия лён производит. В Бельгии. То есть, если там субсидии убрать, то у них всё рухнет. У них всё нерентабельно. Государство помогает. У нас для льна прекрасно. Тверская, Смоленская, Костромская. Чемпионы мира были по льну даже ещё в царское время. А в советское уж тем более. Всё. Нам не надо. Лён будем... Русский шёлк называли. Лён. Во Франции будем брать. А там нет. Невыгодно. Отлично. Мы всё равно будем производить. Вот когда займём лидирующие позиции, как действует капитализм. Вытесним всех конкурентов сольна. Вот тогда мы вам такие цены устроим. А куда вы денетесь? Остальных уже не будет. Казалось бы, настолько всё понятно. 150 раз в разных странах опробовано. Батька делает, а у нас нет. Вот так.